Добрый день! Сегодня мы поговорим о тайне чаинок в стакане. Представьте себе, 1926 год. Эрвин Шрёдингер пишет уравнение квантовой механики, прославившее его в веках. А что в это время делает Альберт Эйнштейн? Он сидит и помешивает ложечкой чай в стакане и думает о том, ну почему же, почему же чаинки не отбрасываются центробежной силой к стенкам стакана, а собираются в его центре? И именно об этом явлении мы поговорим в нашем сегодняшнем фильме и объясним вместе с Эйнштейном, почему же чаинки собираются в центре стакана. Когда мы размешиваем воду в стакане, она по инерции напирает на стенки, и за счет этого напора уровень воды у стенок повышается, а уровень воды в середине стакана понижается. Теперь мы выделим какую-нибудь частицу воды внутри стакана. Уровень воды снаружи этой частицы выше, чем с внутренней стороны, и за счет этой разности уровней возникает сила, действующая на частицу и направленная к оси стакана. Именно эта сила вынуждает частицу двигаться по окружности. А теперь мы рассмотрим такую же частицу, но вблизи дна стакана. Разность давлений здесь будет той же самой. Значит, той же самой будет и сила, обусловленная этой разностью давлений. А вот скорость этой частицы из-за трения о дно будет существенно меньшей. В результате для движения по окружности такой перепад давлений оказывается избыточным, и вода у дна будет двигаться не по окружности, но по спирали. Эти потоки воды собираются к оси стакана, поднимаются вверх вдоль оси и потом опускаются вниз вдоль стенок. Именно этот вторичный вихрь, наложенный на основное круговое движение воды, и переносит чаинки к центру стакана. Что происходит в малом, то может происходить и в большом. На этих космоснимках мы видим, как менялась долина реки Укаяли в Перу, начиная с 1984 года. Сильное течение реки подмывает берега, намывает новые отмели, и в результате изгибы реки, их еще называют меандрами, постепенно меняют свое положение. Вы спросите, а при чем здесь чаинки в стакане? Так вот, Эйнштейн понял, что изменение русла реки может объясняться теми же самыми эффектами, что и собирание чаинок в центре стакана. Чтобы понять, как живет река, нарисуем речную излучину. Вода в излучине движется по дуге окружности, как и вода в стакане. И поэтому в поперечном сечении реки возникает вторичный вихрь, который вблизи дна направлен к внутреннему берегу излучины, а вблизи поверхности — к наружному берегу. Напирающая на внешний берег излучины вода подмывает его, поэтому этот берег почти всегда оказывается обрывистым. Вторичный вихрь переносит песок и глину по дну реки к противоположному берегу вниз по течению. В точности так же, как чаинки переносились к центру чашки. Так что отмель на внутреннем берегу все время растет. В результате такого переноса грунта излучина постепенно смещается в наружном направлении. И в заключение сделаем такой опыт. На дне кастрюли с водой лежат чаинки. Кастрюля стоит на вращающемся столике. Включаем мотор. И чаинки немедленно отбрасываются к краям кастрюли. А теперь так же резко выключаем мотор. И чаинки собираются вихрями и придонными течениями к центру кастрюли. А теперь я возьму пенопластовый поплавочек и брошу его в кастрюлю. Снова включаю мотор. Чаинки разлетелись по краям. А поплавок как плавал на каком-то расстоянии от центра, так и продолжает плавать. Ничто его никуда не отбрасывает. Более того, если проследить за ним достаточно долго, становится заметно, что поплавок постепенно приближается к центру кастрюли. Вот и спрашивается, почему чаинки отлетают к краям кастрюли, а поплавок нет? Ваши ответы на этот вопрос пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры сделал DimaTorzok